Здравствуйте, друзья! Вас приветствует городская детская библиотека имени Евгения Степановича Коковина. Мы продолжаем листать юбилейный каковинский календарь и сегодня хотим познакомить вас с рассказом «Корабли моего детства», который дал название сборнику, вышедшему 50 лет назад. Автор рассказа Евгений Степанович Коковин родился почти у самого моря, только не синего, как это бывает в сказках, а у белого. Но, как и всякое море, будь то черное, красное или желтое, Белое море полно своих тайн, овеяно легендами. Детство и юность писателя прошли среди моряков, рыбаков, речников, судоремонтников, лесопильщиков, среди беломорских ребят. Они очень любили свое белое море, мерцание белых ночей, пледные звезды и качающиеся в небе рей кораблей. В пасмурные апрельские дни, когда на северной двенете не лед и капризные ветви робко приближающиеся весны и пристанно меняют направления, ко мне все чаще наведываются беспокойные чувства. Я знаю, это чувство ожидания, ожидания полной и всесильной весны, открытия навигации, приказанного чайника порта. Весна приходит на Архангельскую землю без журчания ручьем, без цветения роз и без майского днума. Весна приносит на северный длительно ровное колдовское посетление ночей, коварство, распухисть на проселочные дороги и неукротимый ледоход с тревожным подъемом воды на большие реки. Порт встречает весну к уткам ледоходов и надрывным завыванием сирен. Приказы начальника порта ледоходной компании и открытия навигации предельно краткие, четкие и суховатые. И меня не волнуют. Приказы печатаются на четвертой странице местной газеты. Читая их, я слышу первый пароходный гудок, команду вактиного штурмана, шум в Рашпиле и металлический перебор машинного телеграмма. Я слышу голос самого начальника порта и вижу его седого коренастого мужчину в морском китере. В молодости, говорят, гудок потом грузчика. Влюбленных в пароходы и парусники, граммами, ковши и причалы с детских лет я помню по фамилиям всех начальников нашего порта. И осенью тоже подступает беспокойное чувство, но оно уже без радости, нарековатое. Скоро конец навигации. Я захожу к начальнику, и он легко определяет мое настроение. Чем недоволен? Навигация-то скоро закончится. Продлим. Видел, какие у нас теперь ледоконы. А вот в годе у нас будет навигация круглогодовой. И в январе, и в феврале, и в марте будем грузить. Я верю ему. Деловой, работящий, добрый народ в портовике. Мой отец тоже был портовиком. Он служил в дирекции майков и лодции Белого моря. В старости, лишившись ноги, он говылял на деревяшки и громко именовался смотрителем склонных знаков в морской слободе Соломбале. И на судоходном рукаве северной длины майклассе. А проще был фанарщиком. Отец гордился личным знакомством с Георгием Яковлевичем Седовым. Перед походом Седова к полюсу Отец чинил на святом флаге Паруса и ремонтировал такилаж. Был он умелым плотником из доллеров, шил легкие шлюпки, а однажды на досуге смастерил меня в чудесную полуоршинную поморскую шхуну. Это был мой первый корабль. Он совершал длительные рейсы в бассейне узенькой речки Соломбалки, густую, забитые лодками, шлюпками и гадостями. В самом бассейне к бедишек шхуна вызывала восхищение и зависть. Мальчишек и самым закадычным моим другом был ровесник Володя Охотин. Отличный пловец и неуемный рыболов. Во всех ребячих смелых предприятиях нам покровительствовал умный и мечтательный губаш Андрей Семенов. Он жил на нашей улице и пользовался у нас непререкаемым авторитетом. Отец Андрея – крупный водолазный специалист страны, страстный охотник настоящей следопы и меткий стрелок. Был обожарен ребятами Соломбалов. Позднее у нас появилась большая и тяжелая корабельная шлюпка Франа. На Фране мы путешествовали по Северной Двине и по ее бесчисленным притокам. Андрей был до фанатизма влюблен в Вартику. Он знал имена и биографию ее исследователей. Мог показать на карте все артические земли, острова и островки. Он учился в полеходном училище и мечтал стать полярным капитаном. Однажды мы плыли на фраме по Северной Двине. Навстречу с морем шло гидрографическое судно Пахтуса. Володя прочитал название и спросил у Андрея. А кто такой Пахтуса? Это был полярный путешественник. Он исследовал Новую Землю и умер почти сто лет назад. Пояснил Андрей и спросил. И знаете, где он похоронен? Конечно, мы этого не знали, и потому молчали. Он похоронен у нас в Соломболе, сказал Андрей. У нас в Соломболе? Где? Поверить было трудно. Наша маленькая, хотя и древняя морская свобода Соломбола такой знаменитый человек, у которого даже назван наш Шульбар. Правда, в Соломболе Петр Первый построил первые морские корабли, которые ушли под русский флаг за граниту. И все-таки вечером Андрей потащил нас на кладбище. Оно находилось за Соломболой и было похоже на все другие русские кладбища. Тихая, заросшая орынкой березы, червобы, рябины и ивовыми кустами. За небольшой кладбищницкой церковью в тесной металлической ограде лежал обольшой обтесанный камень. На камне крест и адмиралтейский вякорь. И высечено корпуса штурманов подпоручив и кавалер Петр Кузьмич Пактусов. Умер в 1835 году, ноября седьмого дня. От роду 36 лет. От повезенных по ходу трудов и дыру. Андрей снял кулашку. Без Володи летом шапок не висит. Тут ошибка, сказал Андрей, когда Пактусу куме ему было 35 лет. А что означает букву ИДО? Отец говорил, что буква означает и домашних огорчений. И домашних огорчений. В нашем мальчишеском представлении Пактус был счастливцем, потому что он плавал на корабле по посторону холодного ледовитого океана. Переживал приключения и подвергался опасности. Возвращаясь домой с клавиша, Андрей рассказывал нам о Насте, и о Апусине, о Сидоре, и Русанане, о Крусилове и капитане Скоте. Он говорил о новой земле, о Ишпицбергене, о Гомонте, о земле Франца Иосифа и Гринбандии. Он рассказывал горячой, вдохновенной пространу. И можно было подумать, что он сам путешествовал со знаменитыми полярниками и сам открывал все эти арктические острова и архипелаги. Да, Андрей тоже был счастливцем. У него была заветная мечта. У него была Арктика, страна, которую он будет замоевывать и исследовать. Он будет плавать с капитаном на больших ледоколах. А у нас вроде были только полуошинная игрушка-шкуна. Тяжелая щупка Франца до старой поморской карпас, на котором мы с отцом приезжали рыбачить. Эти посудины, как называл их мой отец, мы считали нашими кораблями. Пока мы еще и играли, но мы тоже мечтали о больших настоящих кораблях. Однажды вечером Володя пришел ко мне и сказал, «Завтра пойду чистить котлы. Буду зарабатывать деньги. Хочешь со мной?» «Где? Какие котлы?» «На пароходе, паровые котлы». «На настоящем пароходе? А как их чистить?» «Ты умеешь?» «Научат». «Это хорошо», — сказал я Володя. «Я тоже пойду с тобой». «На другой день мы пошли в морское пароходство, и там нам дали бумагу — направление чистить котлы на ледополе, название которого привело нас в трепетный восторг, в море седов. Мы поднялись под рамку, переживая все три волнения, которые только могут быть у подростков нашего возраста. Второй механик дал команду машинисту проводить нас в кочегарку. Машинист унул нам в руки молотки и щетки, и, показав на вас котле, равнодушно сказал, «Полезай и чистим». Все было буднично и скучно, а мы ждали. Главное, мы не знали, что и как чистить. А как? Завязая в котел, спросил Володя. «Молоток есть? Ну и стучи по стенкам. Да осторожно отбивай накид. И чисть. Потом проверю. Да чисть так, чтобы все блестело». Мы отбивали накид, с молотками и чистили щетками. Но ничего у нас не блестило. Как мы перемазались, об этом мы узнали потом на палубе, с глянув друг на друга. Машинист потрепал на ладу к чумазой щеке и сказал, «Молодцы!» Грязь и мазут на наших лицах и куртках, очевидно, убеждали его, что мы трудились на сумме. На палубу я увидел друг своего родственника. Как это я мог забыть о том, что на седове старшим механиком плавает Георгий Алексеевич? «Ты что, у меня как рыть чистишь?» Я смутился и даже забыл поздороваться. «Эх, замазались-то как? Ну ничего. Теперь вы чистите, а потом и сами будете плавать вот на таком недополе в арте». Подбодрил Георгий Алексеевич. «Пойдем ко мне в каюту. Я верю чеку принести». «Мы сидели в каюте у самого старшего механика, пили с ним чай и задаем на Николаеве. Будет о чем рассказать ребятам с нашей улицы». В дверь постучали и к каюту широко шагнул высокий плечистый усатый моряк. «Что это у тебя за гости, Алексеевич?» «Котлы у нас чистят», — ответил старт Мех. «Вот этот мне родственникам приходится. Напомню, Владимир Иванович». «Я встал, смущенный, протянул руку». «Ты что же, начальник пароходства или на ком, что капитана первую руку суешь?» Усмирнулся моряк и отрекомендовался. «Капитан Воронин». Так я впервые увидел Владимира Ивановича Воронина. Впоследствии на весь мир прославившегося своими походами на ледоколах семьяков и челюстки. Потом я чистил котлы еще на многих пароходах. Но детство уходило. Все это были корабли моего детства. И на них я впервые изучал корабельную номеру. Далеко-далеко уплыли корабли детства. В жестоком морском бою героически погиб мой друг Андрей Семенов, командир корабля, торпедированным фашистской подводной лодкой. По всему свету плавают товарищи по морской школе, по старинной морской слободе Соломболе. Уплыли корабли, но чудесные и драгоценные грузы ставили они мне. Это память о море, о заполярных рейсах, о полночном солнце и новоземельских птичьих базарах, о далеких бухтах, рейдах и причалах. Сборник рассказов «Корабли моего детства» и другие произведения Евгения Степановича Калина вы можете взять в нашей библиотеке. Субтитры создавал DimaTorzok